Мы продолжаем сегодняшний день. И лекцию прочитает Иван Петрович Рогаев, научный сотрудник лаборатории компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации РАН. Передаю вам слово. Да, хочу в первую очередь поблагодарить организаторов, во-первых, за приглашение, во-вторых, за прекрасную организацию школы. Спасибо большое. Вот. Итак, третья лекция сегодняшнего трека. И, как назло, опять про индексикалы. Так, ну, что ж. Вот. Ну, я вкратце повторю, что такое индексикалы. Значит, это такие слова, которые зависят, значение которых зависит от контекста. Установлены всевозможные местоимения первого лица, там наречия времени, место, указательные местоимения могут быть с именной группой или без. Это красные машины или просто это. Местоимения третьего лица, как мы уже выяснили, сюда тоже относят. Вот он, она, оно и так далее. Вот некоторые, например, вот Барбара Парти, сюда же относила и другие слова, такие как местные, например. Да, местные тоже различаются от контекста контекста, означают разные вещи в зависимости от того, где это сказано и так далее. Ну, вот про последнюю группу мы сегодня не будем говорить, они такие спорные несколько, а остальные посмотрим снизу вверх. Вот так. Ну и опять же, я буду в своей лекции часто сравнивать динамическую семантику с Капланом, поэтому вот вкратце, значит, что напомним, что нам говорит Каплан. У него есть такая трехуровневая теория значения, да, что есть вот характер, есть содержимое, контент, он же интенсионал, вот, и есть экстенсионал. Когда мы характер применяем к контексту, получаем интенсионал, применяем интенсионал к миру оценки, получаем экстенсионал, вот, и важным пунктом у него идет то, что индексикалы дают прямой референции, то есть их содержимое – это конкретный референт, который не зависит от мира оценки и во всех мирах обозначает одного и того же индивиду. Вот, контекст у него – это такой набор параметров, там есть агент, говорящий место, время, и актуальный мир туда включается, вот. И он постулирует такой запрет монстра, так называемый, говорит, что в языке нет операторов, подменяющих контекст, да, то есть, значит, нет операторов, которые бы меняли контекст интерпретации с одного на другой. Вот, и таким образом вот эта вот прямая референция всегда сохраняется. Значит, динамическая семантика, как она возникла и какая у нее была мотивация. Ну, мотивация частичная, одной из мотиваций была эта проблема вот статической семантики, допустим, проблемы с местоимениями и неопределенными дескрипциями. Возьмем предложение. Мэри мета-студент, да, Мэри встретил студента. Вот у нее будет такая интерпретация, существует некий студент, которого, значит, Мэри встретил. А дальше мы можем продолжить этот дискурс, да, и сказать, he needed help, да. И тут мы, если мы просто интерпретируем это предложение отдельно, да, то у нас he местоимение интерпретируется просто как какая-то свободная переменная, и она никак не будет связана с тем студентом, который был в первом случае, да. Чтобы там связать, нам надо каким-то образом это выражение подсунуть под квантер существования, да, то есть как-то изменить, получается, то, что уже до этого было обработано. Вот. Таким образом, можно сказать, что динамическая семантика как раз началась с решения проблемы индексикалов, да, то есть вот местоимение третьего лица в частности. Так. Да, вот. Местоимение третьего лица. Они имеют, традиционно так, в лингвистике, во всяком случае, рассматривается три разных употребления. Это дейктическое, то есть демонстративное, когда мы обращаемся, ссылаемся на некий объект в реальном мире. Говорим, вот он из Техаса, а он, извините, он из Техаса, а он из Алабама, да, то есть показывая на одного и на другого человека. Вот. А потом анафорическое. Это когда у нас ссылка идет на предыдущий текст, да, то есть на то, что у нас что-то сказанное ранее. В класс вошел учитель, он был недоволен. Вот это он, это тот учитель, про которого мы только что сказали. Вот первое и второе объединяет то, что в обоих случаях здесь местоимения, они получаются референтные, они ссылаются на некоторые объекты, можно сказать, реального мира, да, которые вот, ну, то есть у нас есть как бы референтные использования, да, то есть есть некие индивиды, на которых они ссылаются. Но есть и связанные использования, то есть как, местомение как связанные переменные, то есть каждый думал, что он герой, да, здесь он не ссылается на какого-то конкретного индивидуа, а ссылается, связанно с тем каждым, да, который думал про себя, что он герой. Вот. Значит, укапанная интерпретация, он как бы говорит нам про первую, первую часть про демонстративную, да, интерпретацию, и она существенно отличается от второго и третьего. Про вторую и третью он не особенно-то говорит, но говорит, что это вот другая вещь, не то же, что первая. Кстати, он там объединяет их во второе и третье вместе и говорит, что анафорическое – это такое использование, когда перемены связываются где-то там в дискурсе. Но не важно. Вот. А вот в динамической семантике все три употребления получается интерпретировать единообразно. Сейчас расскажу, как. Итак, что такое динамическая семантика? Значит, динамическая семантика, она учитывает зависимости между предложениями в дискурсе, то есть интерпретацию именно в контексте сказанного ранее. То есть динамическая семантика, в отличие от грамматики Монтегью, то есть изначально нацелена на интерпретацию в контексте, а не какую-то абстрактную, без учета контекст. Вот. И учитывает накопление информации со временем. Таким образом, там, предложение получается, это такая инструкция, которая изменяет контекст, которая как бы вот добавляет новую информацию в уже существующий контекст, изменяет его, а уже интерпретировать истинность можно самого контекста. Контекст в динамической семантике – это не то, что у Каплана, это под этим понимается так называемый common ground, то есть это общее убеждение говорящего и слушающего. Ну, вот тут можно так вот я условно это записал, то есть это тот набор пропозиции, в которые верят говорящие и думают, что в них верят слушающие. Тут можно сказать, что можно и наоборот сделать, что это такой набор пропозиций, в которых верят слушающие и думают, что в них верят говорящие. И у нас получится появить два разных набора пропозиций, два разных common ground. Ну, в некотором роде так и есть, и вот из-за различия этих common ground часто происходят разные коммуникативные неудачи. Вот, но мы будем рассматривать идеальную ситуацию, когда эти два common ground совпадают пока что. Вот, но тут важно еще то, что контекст динамической семантики включает в себя не только сам по себе набор пропозиций, набор убеждений, точнее, да, это еще набор так называемых доступных дискурсивных референтов. Вот, зачем они нужны? Вот давайте посмотрим на такие примеры. Да, это пример из Барбар Партии, довольно известная. Возьмем такое предложение. Одного из десяти шариков не хватает. Да, и потом можно его продолжить, сказать, что, наверное, он под диван. Да, вот этот он, недостающий шарик. А если мы начнем с другого предложения, которое вроде бы эквивалентно, да, по убеждению, по, ну, с точки зрения истинности в возможных мирах, да, только девять из десяти шариков в наличии, вот. Выразить ту же самую, по сути, пропозицию, да, что и вот первое предложение, то его мы не можем продлить так. Наверное, он под диваном будет здесь неадекватно, не подходит. Вот, поэтому у нас включается не только как бы набор убеждений, но и вот набор таких дискурсивных референтов, которые доступны в данный момент для того, чтобы на них ссылаться различными выражениями. Значит, что такое дискурсивные референты? Это такие абстрактные элементальные объекты, да, которые представляют сущности в контексте. Вот, они могут вводиться как лингвистически, так и экстралингвистически. То есть, если мы кого-то упоминаем, для него заводится дискурсивный референт. Если кто-то вошел в комнату, то тоже для него может появиться дискурсивный референт в нашей главе или в абстрактном контексте, если мы так интерпретили. Значит, они соответствуют реальным или гипотетическим референтам, при этом в соотношении многие ко многим. Там у дискурсивных референтов может отсутствовать реальный референт, может быть, два, если у нас это какая-то ошибка интерпретации. Мы можем думать, что два человека на самом деле не один и тот же. Или там в случае Double Vision наоборот, что это у нас один человек, а мы думаем, что два раза. Вот. И они могут объединяться и разделяться. То есть, когда мы узнаем, что там Лондон и Лондон – это один город, у нас два дискурсивных референта у нас в главе объединятся в один. Вот. Вот Хайн использует такую метафору картотехии, и говорит, что задача слушающая – это поддерживание в актуальном состоянии, такую ментальную картотеку со всей информацией о том, что было до сих пор сказано в дискурсе. Вот. И одна карточка там в этой картотеке соответствует одному дискурсивному референту. И значение именных групп тогда получается процедурное. То есть, вот у нас для каждого неопределенной именной группы заводи новую карточку, она говорит. А для каждой определенной именной группы, включая местоимение, обновляй какую-то уже существующую карточку. Вот. И условия истинности, интерпретацию модели у нас тогда имеет уже вся кататека целиком, то есть весь контекст. И она будет истинна, если существует такой мэппинг между дискурсивными референтами и реальными референтами, которые удовлетворяют всем условиям, которые в этой картотеке записаны. А значение предложения уже, то есть мы не можем с каждой отдельной предложения интерпретировать с точки зрения истинности, получается. А значение предложения – это такой потенциал изменения контекста. То есть, как предложение влияет на контекст, какие модификации она там производит. Вот пример картотеки. Тут как бы черненьким отмечено то, что было уже в картотеке нашей до того, как до произнесения предложения, а синеньким – то, что появилось новое. То есть мы мэрим это студент, предполагаем, что уже у нас в контексте, и мы знаем, что есть какая-то мэрия, и вот мы добавляем, во-первых, в ее карточку, что она встретила этого Y, и добавляем карточку для самого Y, где записываем, что это студент, и что его встретила мэрия. И вот после этого мы можем вот эту картотеку, две карточки, целиком интерпретировать примерно таким образом, как формула снизу написана. То есть существует XY, такое, что X мэри, Y студент и XY встретил. А когда мы говорим следующее предложение, he need help, то есть he нам говорит, найди какую-то существующую карточку и запиши туда, что ему нужна была помощь. Соответственно, находим карточку для Y, тут она подходит по роду, и добавляем сюда need help. И теперь уже мы заново можем интерпретировать уже измененный контекст, и таким образом у нас вот этот вот need help попал, как бы засунулся под этот квантер существования, то, что мы хотели получить изначально. Так, вот. Это были карточки Heim, а вот в Discourse Representation Tier, про который я в дальнейшем буду рассказывать, там используется несколько другое представление, там просто все карточки как бы объединены в одну. Да, и там у нас присутствует, то есть мы объединяем всех дискурсивных референтов, вот они сверху будут записаны, x, y через запятую, и все свойства, соответственно, их общие, и тех, и других, всех дискурсивных референтов записываются здесь тоже, все вместе. Вот, то есть это такая карточка, которая представляет весь дискурс, он же контекст, он же common ground. Так, давайте сравним, что у нас получилось с контекстами, контекстами динамической семантики, common ground и контекст couple. Ну, у нас есть сходство, да, то есть тут наш контекст тоже содержит параметры этих дискурсивных референтов, то есть, да, то есть можно считать, что каждый дискурсивный референт это такой параметр контекста. Вот, включает, соответственно, информацию об агенте, месте и времени, да, понятно, что это как бы вот экстралингвистическая, информация, которую мы воспринимаем, так сказать, своими органами чувств, и для них тоже могут заводиться дискурсивные референты здесь. Вот, включает, соответственно, проще информацию о реальном мире, все, что знает общий говорящий и слушающий, туда включено, да, это похоже на контекст Капуна, потому что он тоже ссылается на реальный мир, да. Вот, отличие в том, что, значит, в common ground информация может быть неполная, ну, обязательно даже неполная, да, в голове не может помещиться вся информация о реальном мире, вот, ну, может быть, и не точная. Тут надо заметить, что, в общем-то, для успеха коммуникации, вообще-то, даже истина не важна, да, то есть нам важны совпадения убеждений говорящего и слушающего. Если она имеет место, то коммуникация может проходить весьма успешно, в зависимости от того истинного или ложного высказываемого утверждения. Вот, контекст common ground включает контекст предыдущего дискурса. То есть у нас тут то, что высказывается в следующем предложении, оно попадает в контекст, да, и потом в дальнейшем влияет на то, как интерпретируется следующее предложение. То есть это как в какой-нибудь теории относительности, да, у нас масса искривляет пространство, а сама искривленное пространство обратно действует на массу. Вот, и вот как Камп тут даже такой постулирует принцип единства, контекста и контента. Вот, и самое интересное в common ground то, что он допускает таких вот нереальных референтов, не имеющих ссылок на реальных индивидов в реальном мире за счет использования так называемых вложенных локальных контекстов. То есть у нас этот контекст на самом деле такой структурированный. Это не просто набор параметров со своими свойствами, набор дискуссийных референтов, он может включать в себя вложенный уровень. То есть вот для отрицания, импликации, дизюнкции различных модальных операторов и так далее, вводится вложенный DRS. Можно считать их, называть их локальными контекстами. В принципе, они так и называются кем-то. Вот, то есть вот в данном случае, допустим, я имею предложение такое в Pedro on Sodanque, he beats it. Вот у нас мы предполагаем, что у нас существует Pedro, то есть он у нас присутствует в глобальном контексте, то есть мы подразумеваем его существование в реальном мире. А вот про осла мы такого не заявляем. Поэтому у нас осел находится в антициденте импликации. Что Pedro его бьет, вот оно попало в консеквенте импликации. И вот импликация интерпретируется таким образом, что, грубо говоря, всякая интерпретация, которая соответствует антициденту, она вот валидирует и консеквент тоже. То есть мы не требуем, чтобы то, что в антициденте, то есть здесь у нас нет никакого экзистенциального импорта. Но, тем не менее, вы видите, что дискурсивный референт для этого осла у нас имеется. Вот это вот в к-у. И на него можно ссылаться, соответственно. Вот с левой стороны этот ДРС представляет такой промежуточный этап, когда уже у нас обработана синтаксическая структура предложения, но еще не разрешены местоимения. Вот здесь ХИ и ИД пока для них не найдены антициденты, на которых они ссылаются. И вот как здесь устроено, что местоимения могут искать антицидентов как бы в вышестоящих ДРСах по иерархии. Тут надо заметить, что иерархия, субординация этих ДРС, она, в принципе, совпадает с иерархией вложности за одним как раз исключением для импликации. Вот у импликации, ее посылка импликации считается вышестоящей над заключением. Поэтому для переменных из консеквента и заключения доступна вот эта ДРС слева посылки для поиска своих, для поиска, соответственно, антицидентов. Ну и вот здесь, значит, для ХИ мы находим Педро и связываем эту переменную Ю с переменной Х и заменяем ее, по сути, на Х. А для ИД мы потом находим этого осла, Y, вот, и заменяем ВИ на Y и получаем потом справа правый ДРС, который вот уже можно интерпретировать в модель. То есть, да, то есть вот таким вот образом мы и получается, кажется, умеется на это, да, вот, собственно, вот этот слайд про то, что у нас инифицированная обработка для всех трех использований местоимений, да, то есть если диктическое использование, это просто означает, что найденный антицидент, он найден в главном ДРС и был создан экстралингвистически. ИС восприятие. Анфорическое – это, опять же, если он был создан, тоже находится в главном ДРС, но создан был при обработке выражения из предыдущего дискурса, вот когда там вошел учитель, вот этот учитель сначала туда добавляется, в главный ДРС, а потом на него идет ссылка через местоимение. И связанное – это если антицидент находится где-то во вложенном ДРС, да, то есть вот этот ИТ, который ссылается на СЛА, вот получается у нас связанное использование местоимений. То есть в принципе все, механизм один и тот же, просто наше местоимение идет наверх и ищет где бы ему там становиться, найти подходящего антицидента. Вот. Более того, оказалось, что это работает не только с местоимениями, но и в принципе с другими референциальными выражениями, а даже вообще с пресуппозицией. Так сказать, да, то есть что такое пресуппозиция? Это... Пресуппозиция – это та информация, которую говорящий подает как уже известную слушающему, да, то есть вот и раз она уже известная, значит, она находится в Common Ground, и значит, можно найти ссылку на эту информацию в Common Ground. Вот. То есть в принципе все то же самое. То есть вот определенные дескрипции и имена собственные можно рассматривать тоже как частный случай пресуппозиции. И, соответственно, вот теория Вандерсанта, она говорит, что пресуппозиция обрабатывается точно так же, как анафора. То есть вот если мы здесь возьмем, по сути, то же самое предложение, да, то есть if Pedro on the donkey, Pedro beats the donkey. Мы заменили he на Pedro, it на the donkey. Смысл предложения от этого не поменялся, да. Что касается представления справа, то у нас тут, поскольку пресуппозиции, в отличие от местоимения, содержат какой-то контент более такой широкий, да, то есть то его надо как-то отдельно выделять. Поэтому вот используются такие пунктирные дирейские, они называются ADRS, наверное, от слова анафора. Вот, и они содержат ту информацию, как бы поисковый шаблон, да, по какому шаблону надо бы найти вот этого антицидента. Ну и, соответственно, все происходит точно так же, да. Для U нам надо найти такого дискурсивного референта, про которого известно, что это Pedro. Ну вот мы находим X, он там у нас есть. Для V нам надо найти такого дискурсивного референта, про которого известно, что это осел. Вот, ну, это подходит здесь Y. Вот, ну и после этого мы получим ту же самую картину, что здесь справа, да. После обработки, соответственно, вот эти пунктирные дирейские, они исчезают, и, ну, соответственно, переменные связываются с теми, которые с найденными, и получается ровно такая же картина. Вот, это общий механизм обработки пресуппозиции в DRT. Так, давайте еще раз посмотрим на аналогии с Капланом. С Капланом, значит, можно сказать, что содержимое предспозиции – это такой аналог характера вот этого, да. То есть, что говорит Каплан, что характер, он не является частью полученной позиции, да. Он просто служит для поиска, опять же, идентификации вот какого-то индивида, референта, да, а уже потом вот в пропозицию входит сам этот индивид без, уже без этого характера. И здесь, в принципе, у нас что-то похожее имеется, да. То есть, это часть пресуппозиции, и она как бы не является частью о сердце, вот, и найденный на этот инцидент – это такой тоже аналог, можно сказать, прямой референции, только такая, условно сказать, прямая дискурс-референция, да. То есть, это ссылка не на реального референта в реальном мире, а на вот этого ментального референта в нашем common ground. Вот. И вот здесь пример, да, что если у нас Джон и доктор – это один тот же человек, да, то вот эти два высказывания – John arrived или the doctor arrived – они ведут к одному и тому же изменению в нашем контексте, да. То есть, мы в одном случае найдем x по шаблону John, в другом случае найдем тот же самый x по шаблону доктор, а изменения мы просто добавим туда, что x arrived, да, и в обоих случаях у нас получится одно и то же. То есть, вот этот John is the doctor, он как бы не является частью сказанного, у нас добавилось, только arrived. И вот это вот аналогом пропозиции является вот это arrived x, где x представляет некого конкретного дискурсивного референта, ну, в голове слушающего или в нашем common ground. Вот. И таким образом, что у нас получилось пока что? У нас получилось, что вместо имени именно собственной определенной дискрипции как-то интерпретируется одинаково жестко, да, ну, во всяком случае, относительно моментальных наших состояний. Но вроде бы всегда все говорили, что дискрипции – это не жесткие диссигнаторы, они должны как-то по-другому интерпретироваться, в отличие от имен собственных и тех же местоимений. Вот. Ну, тут на это два ответа. Значит, во-первых, это ошибочное обобщение. Во многих случаях дискрипции демонстрируют жесткость, точно так же, как именно собственные и другие выражения. Вот. А во-вторых, все-таки есть отличие от дискрипции, от местоимения, но оно лежит не в этой плоскости, а в том, как они реагируют или не реагируют на выделенность тех или иных дискурсивных референтов в контексте. Так, вот. Значит, определенные дискрипции. Значит, опять можно выделить три употребления определенных дискрипций. Я сегодня как пирс все делю на три. Так. Значит, да, но тут надо заметить, что… Да, вот три употребления – референциальное, предикативное и родовое. Надо отметить, что это вот те три, которые были до этого, да, какие-то. У нас были диектические, анафорические связанные. Они все три референциальные. Они как бы вот туда входят в референциальные. А у определенных дискрипций есть еще два других. Это предикативное, да, когда мы говорим «Джон is the president». Да, the president здесь не референциально, не ссылается на какого-то индивида, а означает просто свойство. Свойство Джона, что он и работает президентом. И родовое, да, то есть the president is the head of the government. Да, то есть это в некотором роде, ну, такой аналог квантр-сообщенности. То есть всякий президент – это глава правительства. Вот. Кроме того, можно выделить полные дискрипции, которые имеют преспозицию уникальности, да, the king of friends. Да, мы предполагаем, можно ожидать, что вот если король это существует, то он единственный. Вот. И есть неполные дискрипции, да, the table, да, то есть никакого преспозиции, что вот у нас должен быть уникальный какой-то стол, нет. Вот. Так вот, вторые неполные дискрипции обычно не могут употребляться предикативно. Да, то есть «Джон is the doctor». Да, мы когда там говорим, обычно подразумевается, что есть уже какой-то доктор, на который этот доктор будет референциально, да, и мы просто объединяем двух референтов одного, а если мы хотим назначить свойства Джону, да, то мы говорим «Джон is a doctor», то мы тогда должны сказать, вот, мы не можем здесь употреблять определенную дискрипцию. Вот. Так, сейчас. Чего-то здесь не хватает. собственно, что я хотел сказать, а, ну это будет попозже, ладно. Да, давайте, ладно. Имена, значит, имена собственные. И есть теория, которая говорит, что имена собственные это такие неполные дискрипции, которые означают просто индивида по имени вот «Х», да, то есть «Джон» это то же самое выражение примерно, что и «the individual named John», вот, и вот, то есть их можно рассматривать точно так же, как неполные дискрипции. И они вот имеют три, вот эти все те же три употребления, могут употребляться анафорически, да, то есть когда мы вот говорим «I have a puddle named Horace», у меня есть пудель по имени там Гораций, вот, и Гораций – это ему три года. Вот, то есть здесь, опять же, у нас идет не ссылка на какой-то экстравингвистический объект, да, а на тот, который упоминался в предыдущем предложении. И вот можно даже связные употребления найти, да, то есть если ребенка назовут Бэмби, то вот Дисней подаст иск против родителей Бэмби, да, то есть вот этот вот Бэмби у нас как бы вообще гипотетический, да, и для, здесь как бы опять имеет квантер всеобщности или что-то такое для любого такого ребенка, да, вот, тем не менее мы можем на него ссылаться, то есть под тем же механизмом, который вот я только что рассказывал для приспозиции. Вот, и можно заметить, что эффекты жесткости симметричны для имен и неполной дискрипции, да, то есть вот, допустим, такое предложение мы возьмем, сначала посмотрим без квадратных скобочек, да, если бы Мэри звали Гертруда, то Мэри была бы счастлива. Ну, тут Мэри ссылается на ту самую Мэри, которым вот мы изначально имели в виду никакую другую гипотетическую вроде бы не может ссылаться. Но это потому, что просто нету вариантов других, да, если мы добавим этот вариант, если бы Мэри звали Гертруда и у нее была подруга по имени Мэри, то Мэри была бы счастлива. Тут сразу последняя Мэри становится неоднозначной, она может ссылаться как на первую Мэри, так и на вторую Мэри, вот, ну и то же самое для неполной дискрипции типа the teacher, да, if the teacher was a student instead and took lessons from another teacher, then the teacher would be happy. Опять непонятно. Ну, то есть это неудивительно, что дискрипция как бы здесь не жесткая получается, но если мы берем скобочки, она вроде как получается жесткой, и никакого другого титчера, она здесь не может иметься в виду. Вот, так вот, значит, а те примеры, да, опять же, вот с нежесткими дескрипциями, они связаны в основном с другими употреблениями, то есть с предикативной в первую очередь, то есть what the president might not have been the president. Вот это вот синенький the president, второе употребление, оно предикативно, и как раз обеспечивает, что истинность, так сказать, этого высказывания, да, что текущий президент мог бы иметь другую какую-то карьеру и не быть президентом. Вот, если же мы его трактуем референциально, то он означает то же самое, как и все другие три предложения здесь, что президент мог бы не быть самим собой, что уже истинность которого под сомнением. Вот, так, то есть при аэрофициальном употреблении мы имеем общее поведение у местоимений, имен собственных и дескрипций. Да, ну вот есть и разница, значит, разница заключается в том, что для местоимений, но не для дескрипции, важна выделенность дискурсивного референта, то, что называется salience или prominence, вот, то есть вот, например, если у нас есть такой дискурс, a man entered, then another man entered, да, человек пришел, потом еще один человек пришел, он принес торт, да, то есть вот он, вот этот he, здесь может ссылаться на второго человека, пожалуйста. А если мы скажем the man brought the cake, то это уже у нас не интерпретируется, потому что у нас тут два человека, и непонятно, какого мы имеем в виду. Вот, то есть второй человек после второго предложения становится выделенным, да, и на него, пожалуйста, может ссылаться местоимение, а поскольку дескрипция не реагирует никак на выделенность, то вот она не может на него ссылаться. И вот второй пример, I read the book and wrote to the author, да, нормально, да, то есть мы как бы предлагаем, что здесь в контексте есть какой-то автор, и вот дескрипция его можно, так сказать, активировать, достать и сделать активным, выделенным, да, а вот I wrote to him, опять же, быть неадекватным, непонятно, какому такому him, потому что само по себе вот книга не делает выделенным ее автор, да. Вот, и вот этим объясняется контраст, который, вот в частности тот пример, который использует Каплан для демонстративов, ну, здесь переформулирован немножко для местами, вот, допустим, есть два человека, Пол и Чарльз, они сидят на двух разных стойлях, вот Пол живет всем Полой, а Чарльз в Чарльзе, да, и я указываю на Пола и говорю следующее, if Charles and Paul had changed chairs, да, если бы они поменялись стойлями, then he would be from Чарльзе, я указываю на Пола. Ну, это ложно, да, вроде как, да, потому что Пол не стал бы резко из Чарльзена, если бы они поменялись стойлями. Вот, а если мы скажем, then the man being pointed at would be from Чарльзен, ну, кажется, может быть истина, да, потому что тогда бы я указывал на Чарльзе. Вот, ну, и это можно объяснить тем же самым, да, то есть вот наша контрафактивная ситуация, когда мы говорим, если бы Чарльз с Полом поменялись стойлями, она не создает сама по себе новых выделенных референтов, да, здесь Чарльз и Пол одинаково выделены, как бы, а вот указывающий перст мой, он продолжает выделять Пола, и поэтому хип продолжает ссылаться на него. А вот дескрипция наша, the man being pointed at, она вот находит подходящего ему референта в данном контексте, да, по этому поисковому запросу, так сказать, и здесь, на самом деле, их два, может быть, да, то есть один контрафактивный Чарльз, а другой фактический Пол. И, в принципе, это, мне кажется, верно, в этом случае мы можем иметь две интерпретации, но вот контрафактическая она более такая первая в голову приходит по тому правилу, что есть правило, что наши предспозиции пытаются связаться как можно раньше, да, то есть найти ближайшего антицидента. Вот, вот так. Так, демонстративы, да, значит, вот this is it, в принципе, это похоже на местоимение, опять же, имеем все три употребления, диетическое, анафорическое и связанное, да, то есть вот this is delicious food, я там указываю на какой-то, или имею в виду какой-то конкретной, конкретную еду, показываю, например, да, вот, опять же, вот, модифицирую немножко тот пример, который был раньше, then another man entered, that man brought a cake, да, то есть вот этот вот второй человек принес торт, анафорическое, да, то есть мы к предыдущему дискурсу апеллируем. И вот every dog has an honor who thinks that that dog is a sweetie, да, то есть здесь у нас связанное. Использование вот этого that dog ссылается на всякую собаку, под квантером всеобщности. Особенности демонстративы, что они могут выражать контраст близко-далеко, да, да, this picture is better than that picture, вот, но в английском выделенным, таким маркированным является this, а that по умолчанию в русском языке набор. Но они могут выражать просто контраст, да, he will be sitting on that chair and he will be sitting on that chair, да, то есть можно показаться на два разных стула и говорить здесь that chair, и мы можем, соответственно, реферироваться к двум разным студиям. А вот that chair так нельзя использовать, видите, то есть и даже вообще, ну, обычно нельзя сказать, как это акцент ставит на z, да, только если металингвистическая какая-то поправка, да. Вот. Так, и вот Робертс предлагает крактовку демонстративов в рамках динамической семантики. Она говорит, что, в общем-то, демонстративы требуют демонстрации, как Каплан говорит, но эта демонстрация может быть неявной, как бы может она подразумеваться или там вот, а также она может быть, как бы, вот когда у нас есть анофорическое или связанное использование, она говорит, что это вот идет отсылка к некоторой составляющей из предыдущего дискурса, то есть не напрямую к дискурсивному референту, а через вот демонстрацию при помощи, так сказать, вот предыдущего дискурса. И она говорит, что вот дискурсивные референты демонстратива, да, должны, вот здесь или з, да, они должны совпадать с дискурсивными референтами демонстрации, да, то есть если я показываю на кого-то, то вот я говорю this, то вот этот this должен обозначать того, на кого я показываю, или если это к составляющей, то должна совпадать с дискурсированными референтами составляющей из предыдущего дискурса и так далее. Вот. Вот. Если у нас есть реальные демонстрации, то ее дискурсивные референтики, да, будут соответствовать референту из реального мира. И ее нельзя изменить как бы каким-то контрфактивным контекстом. Вот опять же здесь, если мы добавим здесь третий вариант, this man being pointed at would be from Charleston, да, то это у нас группируется с первым, с he, да, то есть все равно это будет обозначать поло и никак не Чарльза. Вот. То есть моя гипотеза вообще-то состоит в том, что никакой демонстрации здесь не является важной, а демонстративы точно так же, как и местоимения, просто реагируют на выделенных референтов. Вот. А демонстрация лишь делает референты выделенным, и не более того. Вот так. Ну, правда, есть некоторые отличия от местоимений, которые еще требуют каких-то отдельных изучений. Вот, например, если мы скажем там сначала «возведи девятку в квадрат», а потом «возведи ее в куб». Да, то есть если ее, то мы имеем в виду девятку. А потом, если мы скажем «возведи это в куб», то это значит, что уже результат «возведения девятки в квадрат» «возведи потом в куб». Ну, в русском языке я могу сказать, что идея-то просто по роду не подходит, да. Ну, вот в английском никакого рода нет здесь, но эффект тот же самый. Интересно, про это я пока не могу сказать ничего. Так, ну, здесь и сейчас, на самом деле, все то же самое. Вот. Опять же, у нас есть все три употребления, и анофорическое, и связанное, да. То есть вот «I'm happy now» ссылается на текущую ситуацию. «Pedro turned off the light, now it was pitch dark». Да, то здесь «now» ссылается на ту ситуацию, после того, как «Pedro» выключил свет. Вот. То есть это как бы такой сдвиг перспективы, иногда это называют, да, когда в рассказе происходит, вот то, вот «now». ну, и может быть такой сдвиг перспективы под квантером, да. Например, «Every student graduated from the university thinks that now life will be easier». Да, то есть вот после того, как он, каждый студент, закончит университет, вот. Он думает, что сейчас жизнь будет лучше. Вот, вот так. Тут, кстати, еще интересно, в русском языке сейчас и теперь как отличается, и соответствует, что из этого чему соответствует. Было бы интересно тоже преследовать. Ну, и здесь такая же история, да, то есть «come over here, иди сюда». Это дилетическое использование. «John got home here, he felt safe». Да, то есть Джон вернулся домой, здесь он чувствовался в безопасности. Ну, как бы тоже такой сдвиг перспективы все с точки зрения Джона мы рассматриваем. Вот. Ну, или вот связанное, опять же, использование, да, где бы мы ни остановились на дороге, мы… нам всегда казалось, что лучшее место еще не здесь. Вот. Мне кажется, что здесь вот прям аналогии с демонстративами напрашивается, что this, that, now, then имеет такую же позицию примерно, там, here, there и так далее. Вот. То есть, в принципе, у нас пока все в общую картину. И, то есть, соответственно, мы… Ладно, давайте вот сейчас этот слайд сначала расскажу. Вот. Стойничий и Альшуллер, они рассматривают, опять же, вот семантику now в рамках динамической семантики. И они приходят к такому интересному выводу, что now вообще ссылается не на время, а на состояние, на такое результирующее состояние от некоторого выделенного события, опять же. То есть, это реагирует на выделенность тоже. Вот. Но выделенный, как бы у нас не индивид, получается, а выделенные события. Вот. И состояние, которое после этого события произошло, вот на него именно ссылается now. То есть, мы говорим, что если вот мы… начало следующего события, уже помеченного now, должно пересекаться с этим состоянием. То есть, вот такие примеры они приводят. Допустим, какие-то птицы все улетели, и комната теперь была пустая. Вот это теперь ссылается на состояние, которое произошло после того, как птицы улетели. Ну, вот второй пример интересный. Значит, швейцар выключил свет, комната сейчас была пуста. То есть, вот здесь это now. Оно подразумевается, на самом деле, что она уже была пуста, когда он выключал свет. То есть, не после того, не в результате же выключения света комната оказалась пуста. Вот. Она уже была пуста к этому моменту. Но все равно, как бы, состояние пустоты комнаты, оно пересекается с окончанием выключения света. То есть, вот с тем действующим событием, которое в этот момент произошло. И вот последние два примера, они показывают как раз вот, что не просто на какое-то выделенное событие, а именно на вот результирующее состояние эта ссылка идет. То есть, можно сказать, я ударил его, потому что он ударил меня. Если мы скажем, я ударил его, потому что он сейчас ударил меня, это получается, что это ерунда. Потому что вот здесь вот now это не может ссылаться на то событие или состояние, которое в первом, в первой клаузе у нас есть, да, потому что у нас получается конфликт. То есть, по правилу для now, оно должно, то есть, вот он ударил меня, должно произойти, как бы, начало этого события. Он ударил меня, должно пересекаться с окончанием события, я ударил его. Да, но because нам требует обратно порядок действий, и поэтому возникает конфликт, и вот такая интерпретация недопустима. Так, ну и вот, то есть, получается, у нас пока все замечательно, у нас все обрабатывается единым образом, как приспозиции. Вот. Пока все, что мы рассмотрели, укладывается в общую схему. Вот. Я и ты. Вот единственные настоящие индексикалы, которые не укладываются в эту схему, и интерпретируются практически только дектически. то есть, анафорически связано, это очень какие-то такие маркированные случаи, и, в частности, даже когда они так интерпретируются, они не могут ссылаться на лингвистически введенных агентов говорения там, или слушания, да. Вот. Ну вот примеры. Это вот такие, мой любимый пример, там, если бы я был моим начальником, я бы поднял мне зарплату, да. То есть, у меня тут я и мне ссылаются на двух, как бы, разных индивидов, один реальный, другой гипотетический, или даже, не знаю, может быть, оба гипотетические, но тем не менее. Но тем не менее, они как бы все равно ссылаются на меня. То есть, я сам расщепился, но не на кого-то другого. Вот. Пример из Хайм, значит, only I did my homework, да. Это связанное использование, то есть, здесь подразумевается, что никто другой, не то, что кто-то другой не сделал мою домашку, да, никто не сделал свою домашку. Вот здесь вот это май, как бы, он, это свое, да, то есть, это связанное, опять же, с, связанное использование с тем ай, который стоит вначале. Но, опять же, тут все начинается с говорящего, непосредственно говорящего, а не с кого-то другого. Вот. John says that I'm a hero, да. Может, по-русски и по-английски, да, John сказал, что я герой, может означать только, что он про меня это сказал, не про себя, да. Вот. А вот в амхарском, например, можно. Вот в амхарском я. Амхарский – это такой семейский язык, который является государственным языком Эфиопии. Вот. Там это вполне нормально, и там я может ссылаться на вот лингвистически введенных агентов говорения или пропорциональных установок, кажется, тоже. Вот. И то есть моя такая гипотеза, что я и ты – это вообще демонстративы, на самом деле, то, что в некотором роде не… а такие демонстративы, которые вот указывают… То есть ситуация говорения – это такая демонстрация в некотором роде, да, и вот они только… Вот в отличие от this и that, то, что они вот чисто реальны, требуют, действительно требуют демонстрации. Вот. И да, то, что можно сказать, что ты, опять же, может использоваться как контраст, как Z, да, это вот ты, ты и ты. Идите все сюда. Или там ты сидишь на этом стуле, а ты сидишь на этом стуле. Вот. Вот так. А еще тут я хотел один пример привести, очень интересный, из Барбары Партии, для нас, теменем, вы. Вот она приводит такой пример, допустим, Джон по пятницам, по пятницам к нам приходит Джон. Если приходит кто-нибудь еще, то мы играем втроем. И вот это вот мы, который играет втроем, она включает все три разных употребления. То есть она включает диктического меня, включает анафорического Джона и включает связанного вот этого кого-нибудь еще. Ну, значит, какие у нас еще есть попытки интерпретировать индексикал в динамической семантике. Ну вот, Хантер и Ашер в 2005 году такую простенькую статью написали, где говорят, ну, просто вот есть такие маркеры у отдельных слов, которые говорят, что вот, допустим, некоторые приспозиции предпочитают связаться в главной DRS. То есть не общая стратегия, что связываться как можно раньше, а наоборот предпочитать не в главной DRS, но если что-то не получилось, то можно и пониже, как вот для Хир, Нал и Экшел. Ну, вот первая часть, мне кажется, не очень такой слишком простой подход и не очень-то подтверждается теориями, ну, то есть не теориями, а наоборот, примерами, да, то есть не то, чтобы здесь науне может связаться, интерпретироваться как сейчас в главном DRS, как время говорения, просто это как раз-таки непредпочтительная интерпретация, вот, что это, вот. А вот для Я и Ты, они вводят как раз, говорят, что вот такой более строгий, говорят, может связываться исключительно в главном DRS. Ну, это, наверное, верно, и я что-то тоже особо ничего другого предложить не могу, но все-таки интересно понять, почему это так, как-то найти какие-то причины более глубокие такого поведения. Так, давайте вернемся к прямой референции. Вот, значит, наши предпозиции, они обеспечивают нам, вот, как я сказал, такой прямой дискурс-референцию, ссылается на каких-то конкретных дискурсивных референтов, но не обязательно прямую референцию, да, то есть не обязательно ссылается на прямых, на каких-то конкретных индивидов в реальном мире. И эти дискурсивные референты, они из DRS, они интерпретиваются экзистенционально, да, то есть существуют такие индивиды, которым они соответствуют. Соответственно, значит, в разных мирах, в разных моделях они могут ссылаться на разных индивидов, то есть иметь разное значение, значит, не быть прямыми, не обладать прямой референцией. И вот вопрос, можно ли это совместить с прямой референцией и нужно ли? Ну, значит, попытки были, безусловно, вот объединить крепкие Каплана с DRT. Вот я про три расскажу. Значит, Азия вот предлагает использовать внешние и внутренние якоря, это примерно вот то, о чем говорила Аня. Вот, то есть некие связки такие дискурсивных референтов с реальными. Вот Майер там предлагает отдельный слой для заводить для таких термов прямой референции. А Хантер добавляет отдельный уровень иерархии для них. Вот. Ну, значит, на штуке внешние якоря. Их вот ввел Камп еще для, как раз таки, да, для того, чтобы представлять вот эти вот термы прямой референции для имен собственных, для экстравингвистических каких-то сущностей из восприятия пришедших. То есть вот просто он говорит, что есть якорь, это такой вот набор ПА, который говорит, что вот Х должен ссылаться на А. И все. И никакая другая интерпретация не запрещена для этого ДРС. Вот. Окей. Вот. И Зеот, собственно, да, вот он тоже говорит о том, что вот индексикалы триггера приспозиции, значит, как они работают, что при обработке высказывания мы как бы добавляем как бы само высказывание в ДРС, и у него будут вот эти вот параметры. Агент, время, место, там и так далее. И, соответственно, потом тогда у нас местоимения могут ссылаться на эти агенты время и место. И его заботит, а как нам выразить вот пропозицию, которую выражает наше предложение. Вот. Потому что, как мы говорили, да, у нас как бы истинностное значение имеет весь контекст, весь ДРС целиком, да, а истинную ложь для конкретного предложения непонятно, как определить. Вот. Он предлагает взять разницу нового и старого ДРС, да, то есть вот здесь как бы старое – это все, что черненьким, а новое – это черненький плюс синенький. Вот. Если мы возьмем разницу, у нас получится вот то, что справа, да, то есть мы вычтем всех всех дискурсивных референтов, у нас ничего не останется, вычтем, значит, условия, а у нас останется rift x вот этот вот. И при этом x будет свободной переменной тогда, и непонятно, как такую пропозицию можно интерпретировать, да, то есть она, это не обозначает никакую пропозицию. И вот он говорит, что, ну, нам нужен здесь external ancor, вот этот внешний якорь, переделать к нему, и тогда мы можем интерпретировать и получить пропозицию вот в мире оценки, которая соответствует нашему предложению. Вот. Но он тут же критикует эти внешние якоря, и тут я с ним согласен, безусловно, что они вообще не народные тела для DRT. То есть они какой-то объекты промежуточной природы, понятно, что они не сидят в голове не говорящего, не слушающего, да, то есть они требуют какой-то взгляд со стороны, и где они находятся, непонятно. В реальном мире их нет, в голове их нет, а где и непонятно. Вот. И агент, очевидно, может ошибаться, думает, что объект существует, когда его нет, да, тогда у нас якоря никакого не будет, и, соответственно, не получится никакой пропозиции, у нас получится. Вот. Но при этом это не означает, что никакая осмысленная мысль-то в голове при этом все равно присутствует. И вот он пытается решить эту проблему, как при отсутствии этой пропозиции нам представить вот эту вот мысль, которая у нас в голове, но, тем не менее, она вполне осмысленна. Вот. И он вводит такие вот интенсиональные, как он говорит, якоря. На самом деле их тоже использовал Камп по названию внутренние якоря. То есть внутренние якоря – это такие дискрипции, которые связаны с дискурсивным референтом и как бы уникально фиксируют индивида в актуальном мире. Вот. И довольно интересный подход он здесь. Он как бы допускает две интерпретации. То есть он берет модель с выделенным актуальным миром, так называемый pointed model. И для интерпретации мы берем два мира. Как бы мир актуальный и мир оценки. И вот якоря интерпретируются вот в этом выделенном актуальном мире. То есть вот эти дискрипции, связанные с внутренними якорями. И они подают нам уже тогда конкретных индивидов в актуальном мире, которые ограничивают уже оценку остальных условий в мире оценки. И это такая онтологическая будет интерпретация, которая дает нам пропозицию в реальном мире. А можно сделать такую эпистемиологическую интерпретацию, если мы эти два мира просто приравняем друг к другу и будем туда и передавать мир оценки. Вот. То у нас получится мысль. То есть мы не будем ссылаться на никакой реальный мир. Мы просто возьмем в мире оценки и якоря, и все остальные условия проинтерпретируем. У нас получится вот то, что в голове, даже если оно не соответствует никакой реальности. Вот. Довольно интересно, но при этом Зеват игнорирует ложные контексты, ничего про связанные анфорические использования. Ну, анфорические, в принципе, к нему туда ложатся, но вот про связанные он ничего не говорит. Вот. Майер его за это критикует и пытается как бы вот учесть эти ложные контексты. И он использует такой подход layered DRT, такая какая-то слоистая DRT, которую вот они вместе с Горьцем придумали для того, чтобы различать, ну, как бы информацию разной природы, что ли, вот в нашем DRT. Вот можно предиспозиций отдельно, сердце, импликатуры там как-то и так далее. Там все, что угодно. Это на произвол исследователя. Можно какие угодно слои туда добавлять. Вот там, видите, буквки такие появляются. PAI, которые помечают разные слои. То есть PAI для первой пресупозиции, A, это, значит, у нас для осердцей, A, это для импликатуры. То есть вот овсянка теплая. Есть такая импликатура, что она не горячая, но не обязательно. То есть вот импликатура здесь помечается как A. Вот. Такими вот слоями. И можно каждый слой интерпретировать отдельно. В принципе, вот брать только то, что помечено таким слоем, и интерпретировать его в модель. Вот Майер как бы использует два таких слоя. Один он называет KK для крепких каплана, а другой он называет FUR от FREGIE. Вот. То есть, значит, жесткие диссигнаторы у него, значит, живут в слое KKK, а остальные, значит, мягкие, вот живут в слое FREGIE. Соответственно, он вводит такое правило с одной из layer-faced, говорит, что предспозиции могут искать антицидента только в своем слой. Извините, тут ошибка у меня. В своем слое, а не уровне, конечно. Вот. Значит, вот Мэри и стол, да, то есть предполагается, что у нас есть некий трэм из восприятия, да, наверное. Ну, а нет, мы не знаем. Ну, в общем, предполагается, что у нас уже есть как бы информация в слое KKK, что есть некая Мэри, да, и когда мы это произносим, значит, вот у нас присуппозиция Мэри Кей Кей, находит эту Мэри Кей Кей, которая там есть, и вот информация, которая дескриптивная, то она помечается слоем FUR. Вот. И все хорошо. Вот. И, соответственно, причем он, здесь он слой вот этот KKK интерпретирует еще в каплановском контексте, то есть у него получается два контекста. Контекст как бы как common ground из DERTI, и контекст каплана он сюда еще привлекает дополнительно. Вот. Для того, чтобы, значит, интерпретировать вот этот слой, а слой FUR уже в мире оценки, значит, вот по каплану практически все. Но проблема в том, что у него этот layer fake может нарушаться. Вот. То есть если у нас есть имена во вложенных контекстах, то есть он говорит, что вот они, вот эти вот маркеры KKK и FUR, они лексически как бы заданы, да, то есть если это имя собственное, то у него должен быть KKK маркер. Вот. Ну, только если оно не используется, как вот в первом предложении, там, где, как это называется, оно просто упоминается, но не используется, да. То есть у меня есть пудель по имени Гораций там. А вот здесь это будет дескриптивная информация, и этот Гораций не попадет в слой KKK, в слой вот в фреге он попадет. И потом вот этот следующий Гораций, когда мы уже используем это имя, чтобы у него сослаться, он появился в слой KKK, но ему придется связаться с этим Горацием, который FUR предыдущий, что как бы нарушает это правило. Ну, и обратную сторону, в принципе, тоже возможно, хотя здесь не очень понятно, он как-то немножко запутанно в этом, первое это пишет. То есть если я вот говорю, допустим, вот у нас выступает тут Джо Байден, я говорю там, Байден, то есть мы в этом жестком слое, мы якобы и предполагаем, что имя это жесткий диссигнатор, соответственно, помечено к слоям KKK, вот, все в порядке, то есть мы сосылаемся на того индивида, который у нас там в этом слое и живет. Но если я вдруг скажу The President, то The President это дескриптивная информация, которая живет другим слоем, она должна как бы сослаться, опять же, на индивида из KKK, получается. Вот. И он говорит, что это в каких-то исключительных случаях, но я вот не вижу в этом примере ничего исключительного. По-моему, это обычная совершенно вещь. Вот. Сантер, опять же, критикует Майера за вот эти прыгания между слоями и предлагает другой подход. Она говорит, что давайте мы просто сделаем один дополнительный уровень выше в DRS и будем туда складывать экстралингвистическую информацию и, опять же, интерпретировать его в выделенном мере по аналогии с ZEWA там, да? То есть вот I'm hungry, да? То есть у нас, мы предполагаем, что у нас есть уровень ноль, на котором вот из экстралингвистической информации у нас наш спикер там существует, и на него наша пресуппозиция мэйпетса, и вот получаем мы то, что справа hungry остается на уровне один, а спикер остается на уровне ноль, вот в этом жестком уровне, который интерпретируется в выделенном мире, вот, чтобы получить вот прямую эту референцию, якобы. Ну, тут надо заметить, что имена не получают жесткую интерпретацию у нее, потому что имена уж точно не экстралингвистическая информация. Вот. Мне кажется, что прямая референция вообще не нужна. И, значит, смотрите, значит, какой как бы аргумент за прямую референцию. Вот, допустим, у нас есть, значит, предложение the doctor arrived, да? И вроде как из него получается вот тот DRS, который слева. Значит, у нас есть X, который доктор, и который arrived, да? А если мы его интерпретируем, то получается, что его влидирует любой вообще прибывший доктор, да? Что как-то нам не нравится, да? Потому что мы имели в виду какого-то конкретного доктора, а не вообще любого доктора. Но только левый DRS, он неправильный в данном случае, а правильный DRS будет справа, в котором кроме этих двух условий есть еще миллион других условий от всего, что мы знаем про этого доктора. Вот. И если мы вот этот DRS будем интерпретировать в... То есть если это какой-то хорошо знакомый нам доктор, да? То у него там есть много уникальных свойств. Например, что мы его видели там в определенное время, в определенном месте. Это уже обеспечивает уникальность данного индивида. Вот. И никакого другого не может нам влидировать наш этот DRS. То есть таким образом некоторая жесткость нам обеспечивается. То есть вот по сути вот этим якорем, да? И является вот вся та информация, которую наш слушающий знает об этом референте. Вот. Ну а что в других мирах, да? Что в других... Если мы... Мне кажется, что в других мирах якоря еще ведут к неверным условиям истинности. Наоборот, да? То есть еще хуже получается. То есть, допустим, если берем вот мы, опять же, наш DRS вот этот про доктора и пытаемся интерпретировать его в другом возможном мире. И если там есть точно такой же доктор со всеми теми же свойствами, которые про него знаем, так значит наш DRS будет истинным, даже если это по каким-то причинам он имеет другую ID индивида, да? То есть вот если, я не знаю, там... Если вдруг мы... А якоря нам говорят, что тогда это будет ложь, ну да, потому что он не... Якоря нам фиксирует интерпретацию DRS конкретным индивидам, да? А этот индивид может иметь другие свойства в этом возможном мире, и тогда он не будет ложным. Вот. Мне кажется, это как-то неверно. Вот. Ну, а если мы говорим о контрапрактивной ситуации, да, и говорим что-нибудь, типа там, если бы Вася не поступил в институт, то он бы спился, да? Вот. То... А как мы обеспечиваем здесь, так сказать, что мы говорим об одном и том же индивиде? Да, собственно, никак. Мы постулируем просто, да, как говорил Крипке, что мы не рассматриваем, возможно, мир в телескоп, мы его просто постулируем сами, и, соответственно, мы просто постулируем, каким свойствами будет обладать наш этот Вася, тот же самый индивид в мире, который мы только что придумали. Вот. То есть особых правил прямой референции нам, мне кажется, не нужно. Таким образом, вот что у нас получается, что, значит, в динамической семантике индексикалы — это такие триггеры прежней позиции. Они ищут инцидента в контексте, который может быть оказаться вложенным, вот, и, в принципе, все более-менее аналогично определенным дискрипциям, именам собственным и другим референциальным выражениям. Соответственно, они допускают онфорические связанные использования, когда интерпретируются в локальном контексте, ну, вот, за исключением «я и ты». Вот. Ну, а прямой референции нам не требуется. В принципе, об этом я уже только что прям говорил. Наверное, можно пропустить. А, собственно, мораль всего этого, она у меня где-то в эпиграфе была записана. Но суть в том, что, как говорил Камп, значит, нельзя изучать семантику и понимание субъектов отдельно друг от друга. Вот. Это все вещи очень связаны. Вот так. Тут литература. Да. И минутка рекламы, конечно же. Значит, вероятно, осенью я буду читать курсы динамической семантики лингвистам РГГУ. Вот. Это будет онлайн. Так что, если есть желающие подключаться, напишите мне. Если время совпадет, то можно будет поучаствовать. Вот так. Спасибо большое. Да, переходим к вопросам. Евгений Васильевич. Спасибо, Иван. Было очень интересно. Очень такое вы представили концепцию целостную и эвристичную, поскольку там много единообразного тритмента, разнообразных феноменов. Вот. Значит, у меня есть несколько комментов. Значит, давайте я начну с недоумения. Один момент у меня в вашем докладе вызвал недоумение. Именно мне показалось, что Каплан у вас – это пятое колесо в телеге. Дело в том, что вот когда вы проводили, ну, какие-то параллели, например, между понятием контекста в DRT и понятием контекста у Каплана, ну, меня как-то удивляло, насколько сходство между этими контекстами, которые вы отмечаете, как мне кажется, натянутым. Например, вы говорите, что в контексте Каплана содержится какая-то информация об агенте, времени и так далее. Вот я думаю, что это не так. То есть у Каплана контекст содержит, например, агентом, но не содержит никакой информации об агенте. То есть мы об агенте из контекста ничего узнать не можем. Значит, контекст фиксирует некоторый объект в качестве агента, и вся информация об этом агенте, она зашита в интерпретации предикатов. А в самом по себе контексте об агенте ничего нет. Там нет даже того, что он человек, и что он умеет говорить и так далее. Поэтому действительно контекст в DRT это именно информация о некоторых объектах, а контекст у Каплана это просто несколько выделенных штуковин. Но эти штуковины это агент, это объект из домена объектов, место это опять же объект из домена мест, а время и мир это даже и не объекты. Это просто такие штуковины, которые модель предусматривает. И последний пункт в вашем, ну или один из последних в вашей лекции, где вы предлагаете отказаться от понятия прямой референции, как мне кажется, он лишний раз показывает, что Каплан вам как-то, как мне кажется, ни к чему. В общем, да, я это пытался сказать. Что? Ну, в общем, да, я это пытался, может быть, сказать. Окей, если вы это пытались сказать и сказали, то мы, значит, в этом пункте согласны. Но я не согласен с тем, что вы приписываете какое-то информативное содержание каплановским контекстом. Я утверждаю, что у Каплана в контексте почти никакой информации нет. Есть только один маленький пункт, это что, вот я после доклада Ольги говорил, что там предусматривается, что агент контекста находится в месте контекста, во время контекста, в мире контекста. Это единственный кусочек информации, и, в принципе-то, от него лучше даже избавиться, как некоторые авторы считают. Окей, да, я с этим соглашусь. Наверное, это не точность моих предложений. Просто я не имел в виду, что мы там можем получить какую-то информацию о говорящем. Я имел в виду просто о говорящем. То есть мы просто говоря все, что вы говорили о сходствах. Мы можем получить, потому что в контексте же у нас есть ссылка на мир. Предполагаем, что говорящий в этом мире существует, и, значит, у нас какая-то информация в этом мире. У Каплана объекты, у Каплана в формальной его системе там постоянный домен, поэтому все объекты существуют во всех мирах. То есть существование – это тривиальное свойство. Ну, хорошо. И чтобы мне два раза не вставать, позвольте, я сразу возражение скажу. Значит, вот в конце, значит, по вашему примеру с дискрипцией «the doctor», когда… Ну, вы справедливо отметили, что когда мы говорим «доктор приехал», мы, конечно же, в эту дискрипцию имплицитно вкладываем всевозможную информацию. Everything else. И потом вы сказали, что это обеспечивает уникальность динатата этой дискрипции «the doctor», и как-то сразу без особого, без промежуточных каких-то станций перешли к тому, что это обеспечивает жесткость этой дискрипции. Вот я возражаю. Нет. Уникальность – да, конечно. А жесткость почему, откуда? В другом мире всей этой информации может соответствовать другой индивид. Да, совершенно верно. Опять же, прошу прощения за неточное употребление терминов. И имелось в виду, опять же, ну, просто жесткость в актуальном мире по звуке просто уникальность. То есть жесткость – это был лишний термин, да? Да. Окей, спасибо. Спасибо большое. Да, Аня, пожалуйста, твой вопрос. Ну, вот у меня тоже по поводу этого же самого места. То есть я поняла так, что вот здесь в качестве информации, которую мы знаем про этого самого, значит, индивида, которого мы имеем в виду, упоминалось, что мы можем сказать, что это вот тот, которого мы видели там-то и там-то. И вот если у нас такая информация, то тогда, в принципе, мы можем сказать, что она обеспечивает жесткость, но просто в силу того, что мы сами, мы агент, значит, являемся как бы жестко заданным индивидом. И в этом мире, значит, через соотнесение с конкретной ситуацией этого мира, когда, значит, в которой присутствовал тоже какой-то индивид, мы можем сказать, что да, это конкретный индивид, который там в других мирах может обладать другими, значит, свойствами. Однако, поскольку мы уже нашли его через наше с ним совпадение в какой-то конкретной ситуации в конкретном мире, все равно мы его уже задали жестко. Но если у нас такой контекстно-зависимой информации о нем нет, то тогда действительно никакой жесткости нет. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Я забыл это упомянуть здесь. Действительно, что если у нас набор этих свойств не обеспечивает уникальное выделение индивида, то, естественно, да, вот этой такой условной жесткости никакой нету, да, и это нормально, что тогда у нас этот дискурсивный референт может валидироваться разными индивидами из мира, и это тоже правильно. Прошу прощения, Аня, но я не понял в вашем рассуждении. Я опять не понял, откуда взялась жесткость. Ну и что, что я его видел вот в этой аудитории вчера? В другом мире я в этой же аудитории и вчера видел другого индивида, и он тоже доктор. Но мы же говорим, я видел его в этой аудитории вчера в этом мире, в котором я говорю сейчас. Я не понимаю, что значит мы говорим в мире как бы в семантике возможных миров. Ну и если мы учитываем контексты, ну да, тогда контекст как бы фиксирует что-то, но в другом контексте это будет зафиксировано по-другому. Не, ну в общем, я все равно не понимаю, откуда взялась жесткость, но нужно будет это отдельно в кулуарах обсудить. Спасибо, да. У нас есть еще вопросы, Алексей, пожалуйста. Вот у меня вопрос уточнить, то есть вот вы там упоминали теорию quotation theory, именно собственность, что Джона, это индивид, которого называют Джоном, да? Вот я как-то в вашем изложении что-то не понял, в чем прикол этой теории. То есть я имею в виду, что вот допустим, преступление, это то, что называют преступлением. Это у Дюргейма было такое определение преступления. Вот, то есть, однако, если мы принимаем, допустим, определение Дюргейма, у нас же преступление, это слово не становится ни именем собственным, ни даже дискрипцией определенной. Ну да, да. Собственно, Крипке и критикует примерно так же эту теорию, говоря, ну тогда лошади это, значит, существо, называемые лошадьми. Вот. Но это не совсем так, потому что как бы иметь имя и называться по имени, это два разных свойства, да. У нас тут нету, как вам, порочного круга. Но это как примерно иметь номер, да. То есть вагона может быть иметь номер три. Это не значит, что три теперь ссылается на этот вагон, да. Мы можем как бы использовать его для ссылки на этот вагон, но не обязательно. Вот. И то, что говорите, что там вот преступление имеет какое-то определение, да, там лошади тоже имеют какое-то определение. Ну, у имен нету просто таких определений. Ну, что поделать. У них в свойствах, одним из свойств лошадей является то, что они их называют лошадью. Но у них есть много других свойств общих. А вот у джонов, у них нет других общих свойств. Ну, может, кроме того, что это люди, там, мужчины, там, и так далее, такие общие. Вот. Поэтому вот как бы вот это имя, оно становится определяющим, и его можно использовать для ссылки, как и любое другое свойство. Вот так. Все. Да, Евгений Васильевич, конечно. У меня вспомнил еще кое-что. У меня все это самая несчастная жесткость в голове вертится. Вот вы, Иван, сказали, что нежесткая дискрипция это как бы редкие случаи, а так они в основном жесткие. Я правил? Нет. Нет, я такого не говорил. У вас там... Сейчас. У вас был где-то слайд, где было написано про жесткость дискрипции, что это неверный тезис. Вот, да. Во многих случаях дискрипция демонстрирует жесткость. Ну, да. Вот во многих случаях демонстрирует жесткость. Вот как раз мне кажется... Ну, я... Понятие многие или редкие случаи, конечно, трудно определить, но мне кажется, что в редких случаях дискрипции демонстрируют жесткость. Здесь, ну, для начала... Для начала... Жесткий диссигнатор это терм. Поэтому, значит, предикативное употребление дискрипции и употребление их в родовом смысле, ну, можно сразу отбросить как нерелевантное. Значит, рассмотрим... Возьмем только то, что вы называете референциальным или референтным употреблением дискрипций, вот, ну, там, включая атрибутивное. И, ну, вот, как раз трудно придумать определенную дискрипцию, которая была бы жесткой, но если только не брать идеальные объекты. С идеальными объектами там легко. Натуральное число, которое больше трех и меньше пяти, эта дискрипция, конечно же, жесткая. Если мы говорим об эмпирических объектах, то вот лично мне трудно придумать нежесткую дискрипцию. А, приведите какой-нибудь пример. Отец Пушкина. Ну, предложение какое? Отец Пушкина. Ну, отец Пушкина любил снапс. Так. Ну, тут вопрос, как мы ее интерпретируем в других возможных мирах. даже если мы Пушкина жестко интерпретируем, это нам ведь не поможет? Нет, не поможет. Нет, ну, подождите сейчас. Ну, тут есть какой-то тонкий момент, я согласен, да, что надо про это еще немножко подумать. Причем, отец Пушкин, это полная дискрипция, да, то есть предполагается, что такой уникальный у нас объект должен быть. Может, это как-то влияет, да. Ну, а если доктор со всеми контекстуальными или там имплицитными добавлениями, трудно доказать, что это жесткая дискрипция. Ну, поскольку я как бы вот вообще противник прямой референции, да, и жестких диссигнаторов в том числе, то я вот вот эту вот жесткость мне интересна именно с точки зрения ментальных сущностей, да. Но суть в том, что все равно, мне кажется, интерпретация аналогична будет другим референциальным выражением. Спасибо большое за лекцию, поблагодарим еще раз. Спасибо! Продолжение следует...